Всем привет! Мы сегодня с вами в хайт-парке. У меня сейчас будет съемка. Пока у меня есть некоторое время, я сейчас для вас поснимаю. Сниму немножко парка. Здесь очень красиво цветут нарциссы везде. Короче говоря, красота. Покажу вам немножко красивых вес, так что наслаждайтесь. Перед тем, как приехать в Англию, я увидела картинку вот этих квадратных деревьев. Я думала, как вообще это возможно, почему они квадратные. И первым делом, когда я сюда приехала, первый раз, я побежала смотреть, что это вообще такое. В общем, это, по-моему, липы. И здесь очень часто вот так вот именно делают, издеваются над деревьями, заставляют ветки расти в какой-то именно форме. Но это очень красиво смотрится на самом деле. Сейчас оно без листьев, да, деревья не видно. Но когда они с листьями, то есть такие квадратненькие деревья, очень прикольно. В общем, все. Паташут закончился. Я теперь поеду в театр. Пожалуй, я вам тоже что-нибудь там поснимаю. Покажу вам, как внутри в театре. Потому что сейчас там мало будет людей. Я думаю, можно будет поснимать. Вот. Так что да, поехали. Вот у нас в Вики идет спектакль с Кевином Спейси. Кто смотрел карточные домики, кто смотрит, тот знает. Здесь бешеные очереди все время. Все хотят на него вживую посмотреть. Сейчас строят декорации для нового спектакля. И, ребята, это просто что-то с чем-то. Сколько денег вкладывается. Как круто все делается. Там настоящий песок завезли. Там такой прям дом настоящий построили. Там льется вода. Это вообще. Я просто поражаюсь театру здесь. Он совсем не такой, как я привыкла его видеть в Украине. Здесь все очень круто строится. Все декорации, музыкальное оформление, актеры. И я вот хочу вам сказать еще одну особенность театра. То, что здесь вы всегда можете увидеть какого-то актера, которого вы видели в фильме или в сериале. Можете посмотреть с ним спектакль. Вчера, например, здесь был... What's his name? Alphi Allen. Alphi Allen. Alphi Allen. Это он Гралтеона в Game of Thrones. Я думаю, вы все его знаете. Мы все его жалели. Особенно, когда ему отрезали одну из конечностей его тела. Вроде бы отрезали. Или нет. Точно так же каждый день вы можете увидеть какого-то актера из сериала или кино. Или на сцене. Или он просто приходит смотреть спектакль. И это, конечно, очень прикольно. Потому что, ну, вы реально всех знаете. Потому что вы их всех смотрите. Короче, это тоже очень-очень круто. Сейчас попью кофе с печенькой. Очень люблю вот это вот. Как это называется? Canadian maple syrup crunchy. Очень вкусно. И мне кажется, они намного полезнее, если просто... Чем обычная печенька. Мне кажется, у меня ногти под цвет чашки. Посмотрите в костюмерке сколько галстуков висит. Как вам такое? Для разных-разных шоу. Посмотрите. Сколько здесь слоев. Обалдеть. Робки пряжек, браслетов, пуговиц. Все-все-все для разных спектаклей. Посмотрите. Это просто нереальное количество. Здесь целый... Ой! Здесь целый стенд. Посмотрите, сколько всего. Все для разных спектаклей. Также в костюмерной очень много всяких тканей. И большой вот этот вот стол, там, где раскраивается. Там, где выкройки, в общем, рисуются. И вот уже очень много чего пошито. И посмотрите, сколько шляп! Вся обувь. Ну, может быть, не вся. Может быть, еще где-то есть. Там вот внизу еще хранится. Класс, да? Как много. Сумочку желаете выбрать? Здесь есть сумки на любой вкус. Там вот даже есть эти резиновые сапожки. Чемоданчик. Комплект. Можно, в общем, прийти в костюмерную и одеться. А вот здесь вот сидят актеры. Гримируются здесь, готовятся к выходу на сцену. А вот тот самый пол, о котором я вам говорила в инстаграме. Помните, я выкладывала фотографию? И это просто обалденнейший пол. Я не знаю, это так круто выглядит. Вообще, очень-очень ярко. Представляете, если в квартире такой пол сделать? Настроение отличное будет каждый день. Так встал, прошелся, и у тебя такая радуга под ногами. Вообще, театр сегодня закрыт. Открыт только бокс-офис. И все, в принципе, мне нечего больше делать. Я забрала свои бумажки, покушала, и теперь я могу поехать домой. Хочу купить сахар и сделать сырники. У нас завтра Пасха католическая, так что у нас выходные. Надеюсь, что вам хотя бы немножко понравился этот влог. Один день жизни. И увидимся в новом видео. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин